Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Всем добрейшее утро из Иерусалима! Мы начинаем нашу традиционную трансляцию уроки Мишли, уроки Торы, уроки Мишли. По утра Максим Перенчук. Шалом! Доброе утро! И наши постоянные слушатели приходят. Сейчас, если еще раз напоминаю, есть на Инстаграме тоже есть уроки. И есть на Фейсбуке. То есть можно смотреть трансляцию там и там. И обычно те, кто смотрят на Фейсбуке, то подпишитесь, пожалуйста, в Инстаграме. Мы хотим, чтобы у нас была страница вайкра очень большая. Хорошо! Всем привет! Доброе утро! Шалом! И мы продолжаем изучать великую мудрость царя Соломона с помощью притчи. Тритчи царя Соломона, Мишли и объяснение. В основном я базируюсь на объяснении Малбим. Был такой великим мудрец Малбим. И в основном мы базируемся на его комментариях на Мишли. Он написал комментарий на всю Тору практически. И мы вот как раз идем по его объяснениям. Хорошо, друзья, все. Значит, мы дошли до того, что... Дошли мы до того, что... 24-й отрывок, это был прошлый урок. ЦУВДВАШИМ РЕЙНОМ. То есть сотовый мед, речи приятные. И МОТОКЛЯ НЕФЕШУМ ОРПЕЛЯЦИМ. То есть это дает сладость для души, для души человека. И дает ему что? Исцеление его костей. Это все есть в словах Торы. Представляете? То есть казалось бы, вот сидишь, слушаешь урок, изучаешь какие-то идеи. И в это же самое время эти идеи, они исцеляют. Вот Влад Косов, наш редактор. И если он в это поверит, в это поверит. Тут же весь вопрос в том, что человек живет в мире своей веры. Вот если подходишь к человеку и говоришь, давай, значит, займемся зарядкой. Он говорит, ну не верю я в зарядку, ну не верю. Ты ему говоришь, давай, ты можешь. Он говорит, я могу, не могу, не верю. И вот это его не верю, оно его делает, это называется в психологии болезнь, приобретенная беспомощность. А другой человек, он говорит, верю, вот как Ник Вучич, например, да, он говорит, верю я, что без рук и без ног можно написать книгу. И написал четыре книги. Верю я, что без рук и без ног можно жениться и родить детей. Я женился четверо детей у него. Верю я, что я могу все преодолеть. Верю я в то, что сказал царь Давид, что семь раз праведник упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. Да, Раиса Васильевна, всем привет, Яков Штанин, всем привет. И, значит, все вопрос веры. И вот 24-й отрывок, если в него поверить, и поверить царю Соломону, поверить пророку, да, поверить Богу, тогда окажется, что сладкие речи, когда ты говоришь приятные слова, а какие самые сладкие слова приятные, это слова Торы, то тогда что? Тогда это сладость души и исцеление для костей. Все, можно выздороветь. Хорошо. Теперь сейчас 25-й отрывок. Мы сегодня подошли к 25-му отрывку. Значит, написано так. Еш дэрах яшар лефней иш. Ва харита дар кей мавет. Есть путь, говорит нам царь Соломон, есть путь прямой перед человеком, а последствия его пути смерти. Значит, здесь он нам дает один очень важный такой закон, закон, по которому работает этот мир. Если этот закон понять, то тогда все будет вообще очень легко. Этот закон, он как бы объясняет практически все процессы, которые происходят в мире. И только один этот закон, он, ну один этот закон, он не может быть, не может он быть как бы полностью решающим все в жизни человека. Но если в него поверить, запомнить и использовать его при принятии решений, то жизнь, конечно, улучшится кардинально, кардинально, невероятно. Значит, есть путь прямой перед человеком. Мы учили раньше, в предыдущих отрывках, что коль дэрах иш зах бэй нав. Значит, мы учили, смотрите, значит, мы учили, что каждый человек, каждый человек, коль дар кэй иш зах бэй нав. Мы учили, каждый путь человека, он чистый и прямо в его глазах. То есть, как бы народная мудрость нам говорит, что человек видит в чужих глазах что? Соринку. А в своих глазах что не замечает? Бревно. То есть, человек, когда смотрит на себя, он думает, да я вообще, ну все я правильно делаю. И путь, который человек для себя выбирает, он для него прямой в его глазах. И чистый в его глазах. Но говорит нам царь Соломон, теперь мы, это было в начале главы, а теперь он нам говорит в конце главы, сегодня у нас какой отрывок? Двадцать пятый. Значит, есть путь прямой перед человеком, а в конце пути смерти. Что это значит? Он говорит, смотрите, как мир работает. Вот есть, ты смотришь, тебе надо принять решение. И ты сидишь и думаешь, так, вот передо мной вкусный торт. Прям вкусный, некошерный торт. И я его, как смотрела, когда, да помните, женщина смотрела на дерево, когда было дерево познания добра и зла. Помните, было в самом начале вот Торы, когда Бог создал райский сад. И в нем было дерево познания добра и зла. И он сказал, что нельзя есть от этого дерева. И женщина смотрела на этот плод, и написано, и был он в ее глазах очень приятный, и он очень красивый, и он очень даже полезный ей казался. То есть, она смотрела на этот плод, и он ей казался очень привлекательным. И она его съела, несмотря на то, что было запрещено. Запрещено его есть. Но она его съела, и это был путь, который был в ее глазах прямой, и он был прекрасен в его глазах. Но в конце Даркей Мавет все это привело к тому, что путь смерти. Оказалось, что из-за этого они стали смертными, были изгнаны из-за этого райского сада, опустились на ступень намного более грубую, материальную и перестали воспринимать Бога в том чистом виде, в котором было до этого. Теперь то же самое происходит с человеком. Теперь возьмем то же самое. Вы сидите, перед вами кусок торта. Вкусный, красивый, сладкий, некошерный. То есть вы, допустим, если вы еврей и вы знаете, что есть законы кашрута, то в этот торт было добавлено, как сделать торт некошерным, давайте подумаем, вот полностью некошерным. Это торт с колбасой, со свиной колбасой. И вот лежит торт, новая модель торта, очень красивый, вкусный, поджаристая, сверху такая бекон, колбаса. И вы сидите на него смотрите и кажется, ну вот я сейчас его съем и будет все отлично. И человек съедает этот некошерный торт, а в конце пути смерти и отравился и умер. Ну давайте не будем отравился и умер, он просто, человек съедает каждый день неотравленный кошерный торт, но он каждый день вкусный, сладкий торт, с утра на завтрак он съезжает. Что будет последствием этого торта? Ожирение, болезни и так далее, сахарный диабет. Теперь и наоборот, человек лишь смотрит и думает, ну классно, вот диван удобный, диван, я лягу на диван сейчас и я удобно на нем полежу, красиво, удобно. Это первое то, что он видит, все понятно, все прямо, все удобно, все красиво, все легко. И он лежит на диване, поел торт, лежит на диване и у него еще быстрее второе последствие ожирение, сахарный диабет, смерть. Теперь возьмем обратный процесс. Человеку, ему говорят, слушай, надо тренироваться. Он говорит, тренироваться, это страшно, это я потеть буду, это грязь, это больно, это тяжело, это крепатура. Не, не хочу, это мне не нравится, да? Но последствия, второе последствие, это здоровье, энергия и так далее. То есть здесь нам царь Соломон открывает такую интересную закономерность, что когда человек смотрит, его первое впечатление, оно обычно продиктовано его животной натурой, да? А животная натура человека, она выбирает, где полегче, где повкуснее, где попроще. И если человек, он идет на поводу своего животного начала и выбирает все время, где попроще, где полегче, значит, в итоге у него даркей мавит, в конце у него пути смерти. Очень простой пример семейные отношения. Семейные отношения, часто люди, живя в семье, у них начинаются какие-то сложности. И они говорят, ну, что может быть проще? Разойтись, разойдемся, не будет сложностей. Но когда они расходятся, прямой путь, нам сложно, вместе разойдемся, будет легче. Да, но посмотрите на следующий шаг, что будет с детьми, что будет там через несколько лет, что будет во втором брате, что будет в третьем брате, в четвертом брате. То есть, все это может быть очень, намного сложнее будет там, дальше. То есть, еще раз давайте тогда, в этом отрывке скрыта мудрость о том, что есть всегда первое последствие твоего действия и есть второе последствие. И иногда на первом последствии тебе путь кажется прямым и легким, а на втором последствии пути смерти. И наоборот, иногда на первом последствии тебе путь кажется сложным и тяжелым, как, например, Тора. Я когда начал соблюдать, мне все говорят, как вообще, ты что, как ты можешь так ограничивать себя, так зачем тебе надо ограничивать себя, все. Все, жена там с покрытой головой, все тяжело, все. Слава Богу, слава Богу. Тяжело в учении, легко в бою. Это еще Суворов говорил. То есть, когда ты себя ограничиваешь, когда ты сам себе выстраиваешь такую правильную жизнь, ничего в этой жизни ценное и хорошее не дается просто так. Все надо зарабатывать, все надо трудиться. И когда ты это понимаешь, то ты перестаешь выбирать легкие пути. Легкие пути, они обычно прямой в глазах, когда ты его начинаешь, а в конце его это что? Пути смерти. Это был 25-й отрывок, 25-й отрывок. Теперь дальше, 26-й отрывок. 26-й отрывок, он звучит так. Нефеш, амель, амла, ло. Душа человека. И здесь мы сталкиваемся, царь Соломон использует слово нефеш, когда говорит про душу. У человека есть три, как бы принято так говорить, три главных части в душе. В душе. Не в душе, а в душе. Значит, есть душа божественная. Это называется Нешама. Это луч света такой, да? Божественный луч. Это сам вот Бог, Творец мира, Создатель мира. Он как бы своим лучом, это называется Нешама. Она чистая вообще, ну как Бог, он Создатель мира, он совершенный. Также эта душа, она чистая, совершенная, вообще без изъяна. Дальше у нее есть, у этой души, есть у нее вторая, как бы, как матрешечка, не знаю, как часть. Называется это руах, дух. Дух это намерение человека. Вот у человека есть внутри, у него говорят сильный духом. Почему он сильный духом? Вот он сказал, сделал, захотел, довел до конца. И вот у каждого человека есть этот луч, намерение, что я хочу. Это намерение, оно связано очень сильно с желанием. Что я хочу, что я выбираю, что я буду делать. Это дух человека, его намерение. И третья часть души называется Нефеш. Нефеш это животная душа, которая пронизывает вот этот вот уже биоскафандр, которая как бы отражение, да, вот этого биоскафандра. И она, получается так, что она, как бы, это животная душа, это все инстинкты, она управляет всеми клетками, всеми процессами в теле. И из-за этого, что когда ты изучаешь Тору и делаешь заповеди, в этот момент эта животная душа, она поднимается и соединяется через твое намерение с твоей божественной душой. То есть ты выбираешь, я иду в сторону Бога. А как ты докажешь, что ты идешь в сторону Бога? Ты выполняешь заповеди, ты изучаешь Тору. В этот момент твое намерение соединяет тебя с Богом, со своей же. Бог это не Бог там, Бог это твоя же, Нефеш внутри, твоя Нешама, божественная душа. И когда ты выполняешь заповеданные действия, то у тебя вот эта твой животная душа, она поднимается, как бы, поднимается на уровень твоей божественной души. И потом, когда тело отмирает, это как голограмма выходит из тела и поднимается в рай. А если ты этим не занимался, то эта голограмма, она, Нефеш, животная душа, она вместе с телом разлагается, там, то, что называют адом, больно, страшно и так далее. И говорят в момент смерти, вот когда праведники умирают, у них это Нефеш, животная душа, она из тела выходит, как волос из молока, вот так легко. Как поцелуй смерти это называется. Есть 998 видов смерти, и вот этот вот вид, ну, праведники, они уходят, как вот уходил Машер Абейну, Моисей, вообще, или там Аарон. Аарон пришел, как бы разделся, передал одежду своему сыну, который стал вместо него первосвященником, и оп, ушел, соединился с отцами. Также умирал Авраама, видно. То есть, праведники, они просто выходят из тела, а злодеи, так как для них этот мир, это является главным, а они прям как репенник из шерсти, написано, что вот этот Нефеш, он не выходит из тела, он с ним соединился, а тело уже умерло, страшное дело. Теперь написано в 26-м отрывке, Нефеш, вот это животная душа, Амель, Амла, Ло, значит, написано, когда Бог создал человека, что Адам, Ле, Амаль, Юла, человек рожден для труда. Зачем Бог сделал всю эту систему? Земля, там, миллионы видов животных, какие-то минералы, растения, и посадил сюда человека, чтобы человек в этом мире работал, преодолевал свое животное начало, выбирал духовность, преобразовывал мир, то человек в этом мире, он такой работяга. Теперь вопрос, на кого ты работаешь. Вот здесь написано, Нефеш, животная душа, Амель, Амла, Ло. Она обычно трудится на себя же у большинства людей, Ти Акаф Алаф Пио, потому что Акаф это заставляет ее работать, род ее. Что это значит? Вот это вот душа, животная душа, но это все равно душа, она духовная, но она в теле. Она как бы обеспечивает движение, функционирование человека в этом мире. Но что управляет большинством людей? Большинство людей управляет их род, то есть они живут, чтобы есть. Они живут, чтобы получать удовольствие от материального мира. Получается, что их поработил их род. То есть они постоянно находятся в погоне за материальностью. И так как нижний уровень материальности, это постоянно человек должен съедать еду. Есть люди, для которых они едят, чтобы жить. А есть люди, которые живут, чтобы есть. То есть и вот этот вот 26-й отрывок, он нам говорит так, что Душа трудится трудом для себя. И дальше идет продолжение. Потому что заставляет ее, ее род. То есть что получается? Когда человек знает, вот как живут праведники. Праведники, они живут, что они используют мир по самому минимуму. То есть они понимают, что я прохожу этот мир, это моя подготовка. И вся моя подготовка, она для того, чтобы из этого материального мира извлечь максимум духовной пользы. И извлечь максимум добрые дела, заповеди, связь с Богом. И все равно же все знают, что человек умирает. Все умирают. То есть никто, нет такого, чтобы человек живет и не умрет. Все умирают. Теперь кто-то раньше, кто-то позже. И большинство людей, они готовятся всю свою жизнь, они собирают, собирают, копят, стараются для вот этого мира. Но они все равно из этого мира уйдут, ничего с собой не заберут. Большого удовольствия, больше, чем ты можешь съесть за день и одеть на себя, ты не получишь, но вся жизнь человека, она построена ради материального мира. Вместо того, чтобы подумать, что материальный мир это только как уровень игры, который позволяет тебе перейти на духовный уровень. И здесь вот как раз он нам объясняет, вот вместе, если мы сейчас соединим эти два отрывка, будет все понятно. Есть путь прямой перед человеком. Какой прямой путь? Жить ради того, что я вижу. Ради еды, ради славы, ради признания. Ради, по законам этого мира, как большинство людей бегают, даже не понимая, зачем они бегают. Есть путь прямой в глазах человека. Он же это видит. Вот она еда. Вот реклама. Вот тебе говорят, что ты купил там квартиру, у тебя есть одна комната, ты должен две, потом три, потом пять, потом десять. Главное, не останавливайся. Давай больше зарабатывай, больше. И так далее. И, но в конце такого подхода, пути смерти, то есть это как раз ты уходишь не просто в смерть. Тело у всех умирает, но ты уходишь в смерть духовную. То есть ты теряешь свой потенциал, свою возможность перейти на духовный уровень. И душа трудится по-любому. Человек в этом мире трудится. Нет людей, которые не трудятся. За все надо платить. Все трудятся в этом мире, но для чего ты трудишься? Или тебя твой род заставляет, и ты живешь, чтобы есть. Или ты трудишься для того, чтобы перейти на духовный уровень и соединиться с Богом, и уйти в вечность прямо таким подготовленным и подготовленным, в общем, да? Хорошо, вот мы изучили сейчас два очень интересных отрывка. Я расскажу такую иллюстрацию. Значит, жил один человек, один человек жил, и он выбрал духовный путь. Он решил стать раввином, и он, значит, то есть его вся жизнь была подчинена духовности. Он выполнял все заповеди, он изучал Тору, он старался, он старался приближать к Богу и к Торе людей. И, значит, он, вот, чтобы было Рифуаш, Лыма, Женя Бат София, чтобы она выздоровела. Сейчас кто-то как раз находится на грани между жизнью и смертью. Мы желаем, чтобы ему Бог дал еще возможность в этом мире пожить, и пожить для того, чтобы собрать еще больше заповедей. Так вот, значит, этот человек, он жил вот такой духовной жизнью, собирал заповеди, добрые дела и так далее. Вот он умер. Он приходит тогда, как бы в конце жизни, вот эта вот животная душа, она поднимается, как голограмма, уходит в духовный мир. В духовном мире, нет, это не материальный мир, но вот представим, что духовный мир, он как будто бы, вот сейчас же вы меня видите, вы же меня не видите, видите картинку. И вот этот, вот этот раввин, святой человек, он попадает на суд, суд ему говорит, ваше место в раю, он попадает в рай, и в раю счастье, удовольствие, прямо вот свет такой. И он смотрит вот рай, и в раю все тоже в разном статусе, да? И он смотрит самый большой дом, самый большой такой дом, дворец у кого-то. Он говорит, скажите, а кто заслужил себе вот такую вот заслугу на вечность, самое большое место в раю, самое лучшее место в раю? И что? Ему говорят, это таксист, это таксист, таксист Хаем его звали. Он говорит, я раввин, я всю жизнь профессионально занимался торой и заповедями. Почему у таксиста лучшее место в раю? Ему говорят, здесь же есть очень важно, сколько ты сделал духовной пользы для мира, и сколько ты людей привел к Богу. На ваших проповедях, да, и уроках торы, были люди, были безусловно, но многие спали, многие и так уже были религиозными. А когда таксист вез людей в аэропорт, он вез на скорости 200 км в час по горной дороге, то все молились, все возвращались к Богу, все брали на себя обещание делать добрые дела. И он столько людей привел к Богу за свою жизнь, что у него лучшее место в раю, потому что он сам был верующий, он сам был соблюдающий, он выполнял заповеди, но он очень много людей привел к тому, что они стали религиозными. Поэтому это очень важно. Ну, в общем, это такая была иллюстрация. Каждый поймет, как хочет. Все. Хорошо, друзья, всем удачи, успехов. Я желаю вам всем... Уже у нас у всех есть духовность. Раз мы слушаем уроки торы и находимся на портале Ваикра, то это уже портал в духовный мир, это однозначно. Теперь у каждого есть возможность больше внимания уделять, меньше внимания. То есть порядок приоритетов – это выбор каждого. Поэтому если вам важно духовное развитие, и вы хотите людей приводить к торе, то поделитесь страницей Ваикра, пригласите своих друзей подписаться, выберите себе уроки. Есть мои уроки, есть еще уроки десятков, десятков раввинов, мужчин, женщин, которые помогают, помогают людям приблизиться к Богу. Все. И я всем желаю прекрасного, хорошего дня, полного заповедей, торы и добрых дел. Все. Всем пока. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok